Приветствую, друзья! Протесты против ареста губернатора Фургала в Хабаровске уже стали важнейшим политическим событием, вне зависимости от того, чем они закончатся. Ведь как путинская власть пытается представить итоги голосования? Устами Пескова итоги названы триумфальным референдумом о доверии Путину. А теперь возьмите официальные результаты голосования по Хабаровску. Ну да, якобы еще доверие, но триумфа уже точно нет. А теперь послушайте, что кричит 35-тысячная толпа на площади Хабаровска. Путин власть! Путин власть! Вот как же так? Ну, вроде же только что был триумфальный референдум, а через 10 дней уже не доверяют. Или никакого доверия Путину не было и в помине. Хабаровские протесты показывают нам настоящее отношение людей к Путину. Ведь что нам внушает пропаганда? Его не любят только оторванные от народа либералы, а простые люди поддерживают своего президента. Так вот, от Хабаровск, там как раз простые люди. Это и есть народ. Почему, когда вы 1 июля не поддержали те поправки об обнулении сроков Путина, 9 дней прошло, и сразу же прибежал спецназ из Москвы и забрал Сергея Фурганова в Москву? Давно, кстати, не слышал, чтобы какие-то слова на митинги так поддерживали. Теперь понятно, почему власти испугались митинга против путинских поправок в Москве. Устроили обыски, допросы, сам митинг не согласовали. Представьте, что было бы, если бы на улице Москвы или Питера вышел такой же процент населения, как в Хабаровске. Ведь проголосовавших против в Москве было намного больше. Это главный урок и следствие протеста в Хабаровске. Когда на улице выходит реально много людей, их никто не разгоняет, власть боится народ. Так и должно быть, так система демократии работает во всем мире. Только там власть боится народ на выборах. А у нас на выборах власть не меняется. Официальные результаты выборов отражают лишь масштабы наглости и фантазии у той самой власти. Но стоит людям действительно массово выйти на улицу, все становится по-другому. Но именно массово. Летом 19-го года в Москве на самый массовый митинг вышло 60 тысяч человек. Это полпроцента от 12 миллионов жителей. И как же мэр Москвы отреагировал на эти протесты? Как я оцениваю, как массовые беспорядки. Заранее спланированные и хорошо подготовленные. А в Хабаровске на улице вышло 35,6 тысяч населения, почти 6%. И как уважительно сразу реагирует замплей от правительства края. Хотелось бы поблагодарить вас всех за разумное выражение своей гражданской позиции. Чувствуете разницу? И как ведут себя силовики? Вот в Москве космонавты атакуют граждан. А вот в Хабаровске спецназ тихонько, короткими перебежками занимает оборону в здании администрации. Вышло на митинг не полпроцента населения, а 6%. И какая сразу разница? Что так задело Хабаровск? Власть наплевала на выбор людей. Фургал, возможно, не лучший губернатор. Но зато свой, избранный. И это для людей важнее всего. Фургал, наш выбор! Фургал, наш выбор! Фургал, наш выбор! Тут мы подходим к второму важнейшему выводу из протестов в Хабаровске. В своей книге Гардарика я постарался дать видение будущего страны. И в чем-то это будущее начинает реализовываться. Мы живем во время, когда разница между партийными программами начинает размываться. Причем во всем мире. Правые уже не такие правые, левые не такие левые. И по большинству вопросов программа одной партии мало отличима от другой. В этой ситуации действующими лицами в российской политике станут не партии, а регионы. Различные интересы в нашем парламенте будущего будут представлять не коммунисты, не либералы, не консерваторы, а депутаты от различных регионов. В 2018 году Фургал выиграл губернаторские выборы у Шпорта не потому, что программа ЛДПР была лучше, чем программа Единой России. Обе программы имели мало отношения к реальности. А потому что Единая Россия воспринимается как партия Москвы, которая отражает интересы Москвы. А единоросса Шпорта народ воспринимал как наместника из столицы, хотя он на самом деле из Комсомольска на Амуре. А Фургалов противовес воспринимала как местного, как своего. Народ достало, что ему жизнь определяют из Москвы, и все деньги уходят в Москву. И, к слову, это нормально. Ненормально 20 лет рассказывать про вертикаль управления, которое не работает. Ненормально всю власть в стране замыкать на один кабинет в Кремле. Ненормально не давать взрослым людям самим определять свою судьбу, самим тратить самими же ими заработанные деньги на себя же, а не на московского дядю. И то, что люди ассоциируют себя с регионом, где они родились и выросли, с регионом, чьи потребности они знают точно лучше, чем Кремль, это нормально и хорошо. Россия слишком большая и разная, чтобы быть унифицированной. А в Кремле этого не понимают. И не принимают. И значит, мы увидим еще много региональных историй, похожих вот на эту. И, конечно, этот протест Кремль, скорее всего, измотает, а потом разгонит. Но люди начинают понимать, что в рамках типа законных процедур на власть повлиять или власть поменять нельзя, потому что законы сделаны под эту, под существующую власть и сделаны для того, чтобы она никогда не менялась. Прошли выборы, люди выбрали своего губернатора. Не важно сейчас хорошего, плохого, своего. А потом в рамках формальных законов из Москвы приезжает спецназ и забирает этого губернатора в СИЗО. И все понимают, что арестовывают фургала не за криминальное прошлое, а за губернаторство. Или вот, голосуют люди за поправки в Конституцию, про обнуление Путина. Мы видим, что на самом деле люди думают про Путина. Путин в бой! Путин в бой! Если бы они голосовали за обнуление Путина, только 25% было бы за, а 74% против. Потом в рамках формальных законов подводятся результаты и получается, что все как бы за. Люди видят это, понимают. Они понимают, что законы, принятые по процедурам этой самой власти, несправедливым процедурам, не являются справедливыми. Они мошенники, законы мошеннические. А значит, чтобы добиться справедливости, нужно выходить за эти законы. Выходить на улицу. И только тогда власть услышит народ. Всего вам хорошего.